Для Виктора Анопко из испанского Авьеда первый полноценный сезон на Пиренеях сложился неудачно, как и для самой команды, занявшей 17 место в чемпионате. Хотя Анопко и стал одним из ведущих игроков Авьеда, постоянное попадание в основной состав посредственного клуба вряд ли можно считать достижением для капитана сборной России. По ходу сезона Анопко сыграл сильно лишь в нескольких матчах. В остальном российский полузащитник часто проигрывал позицию, не успевал в оборону и редко завершал атаки, играя в середине поля, Анопко не забил ни одного мяча. Испанская Валенция пригласила Валерия Карпина вместо перешедшего в Реал при Драга Миятовича. Карпин начал чемпионат сильный и с обязанностями атакующего полузащитника справлялся. В начале сезона он забил Барселону и вообще создавал голевые моменты партнерам. Однако по ходу чемпионата ни Карпин, ни сама Валенция свои высокие амбиции не подтвердили ни результатом, ни игрой. Команду финишировал десятый, а Карпина тренер Валенции Хорхе Вальдана переместил из центра на фланг. В итоге Миятович, играя в чемпионском Реале, забил 14 мячей. А достижение Карпина – 6 мячей и, как логическое завершение сезона, ссора с руководством сборной России. Андрей Кончельский, перебравшись в феврале из дождливой Англии в лучистую Италию, стал самым дорогим российским футболистом. Несмотря на последствия травмы, он с первого же матча занял привычное место на правом фланге атаки Фиорентино. Однако привыкнуть к иному, нежели в Англии, стилю игры у Кончельски сообъективно не было времени. К тому же в конце сезона он вновь получил травму. Фиорентино же заняла лишь девятое место в чемпионате, тренер Клаудио Раньери потерял работу, и в связи с этим итальянские перспективы Андрея Кончельскиса довольно туманны, особенно если учесть, что его в команду приглашал именно Раньери, исходя из собственной концепции игры. Владимир Бесчастных из испанского райсинга провел сезон на своем уровне. Засидевшись на лавке в Бременском Вердере, Бесчастных в Испании, почувствовав свободу, начал забивать. Однако во втором круге снизил результативность и не все матчи доигрывал до конца. Правда, это не помешало Бесчастных забить 9 мячей за сезон, и он вновь приглашается в сборную России. Сергей Киряков из немецкого Карлсруя большую часть сезона провел в полузащите и результативностью не выделялся. После Нового года Киряков занял привычное место в атаке, выдал серию из трех голевых матчей подряд и вытеснил из состава забивного француза Марка Келлера. Из-за тяжелой травмы Киряков не доиграл сезон, в результате лишь 4 забитых мяча. Осенью Киряков, если восстановится после травмы, будет играть в Еврокубках. После многолетних скитаний по Европе, бесчисленных травм и годичного перерыва, Игорь Добровольский, наконец, задержался в Германии для игры в футбол. Прошедший сезон самый удачный для Добровольского за последние годы. Он принимал участие не во всех матчах, однако забил три мяча. Это очень приличный результат для игрока его позиции. Правда, умная и нестандартная игра российского полузащитника осталась загадкой не только для соперников, но и для большинства партнеров Добровольского. В результате его фортуна следующий сезон начнет во второй Бундеслиге. Дмитрий Черышев попал в Испанию сразу после чемпионата России, и у него не было времени на отдых и адаптацию. Тем не менее, он стал лучшим забивалой среди русских в Испании. Десять мячей Черышева, среди которых гол будущему чемпиона Испании Реалу на Сантьяго Бернабеу, помогли команде Черышева удержаться в высшем дивизионе. Сергей Юран после катастрофического сезона в Милволе и полугодичной паузы стал ведущим игроком Дюссельдорфской Фортуны. Юран не только забивал, но и на пару с Добровольским привнес в примитивную игру немецкой команды осмысленность. Однако несдержанность Юрана, последовавшая пятиматчевая дисквалификация, а затем и травмы лишили фортуну основного нападающего, и команда не удержалась в высшем свете. А Юран своей игрой заработал выгодный контракт с финишировавшим пятым Бохумом. Александр Мостовой по игре мог бы претендовать на звание лучшего российского легионера. Он стал лидером Сельты, и практически ни один матч с его участием не обходился без фирменных штучек Мостового. Голы после ударов с лета, дриблинг, в результате которого не у дело осталась команда Спортинг в полном составе, передачи после которых сложно не попасть в ворота. Все штрафные и стандартные положения были в Сельте прерогативой Мостового. Партнеры явно уступали ему в классе, однако это не оправдывает того, что позволил себе российский легионер. В конце сезона Мостовой сначала учинил разборку с судьями и игроками Компостелы, а матч со Спортингом российский полузащитник не хотел доигрывать по другой причине. Недовольный действиями судей и партнеров, Мостовой просто взял и ушел с поля. Руководство Сельты пошло на отчаянный шаг, крупно оштрафовав его, и оставив балансирующую на грани вылета команду без лучшего игрока, отлучило Мостового от футбола на 8 дней. Тем самым Мостовой испортил концовку в целом удачного для себя сезона и вдобавок заработал себе в Испании репутацию вздорного человека. А лучшим российским легионерам европейского сезона следует признать нападающего Болония Игоря Колыванова. Выступая в сильнейшем европейском чемпионате, Колыванов в Болонии не только забивал, но и не чурался роли подносчика снарядов. Играя в команде первый год, Колыванов стал в Болонии штатным пенальтистом и бил штрафные, что говорит о доверии со стороны партнеров и тренеров. 11 мячей Колыванова – рекорд для российских легионеров в Италии. Чемпионат Колыванов не доиграл из-за травмы. Во многом из-за отсутствия лидера Болония не смогла попасть в Еврокубки. До заветной шестой строчки не хватило четырех очков. Удачную игру Колыванова оценили и хозяева Болонии. Недавно они выкупили его контракт у Фоджи. Продолжение следует...